Глава десятая. Здоровье. Источник болезней. Здоровье и нормальное самочувствие – это естественное состояние любой формы жизни. Ведь каждая из них является проявлением единого сознания, которое совершенна. Живой организм – это всего лишь идея, воплощенная в пространстве и времени, и одаренная сознанием, которое постоянно стремится познать себя. Есть только один разум, одно сознание во всех существах, и все они сделаны из него. В зависимости от того, насколько существо принимает в себе совершенство этого сознания, оно само может быть совершенным. Таким образом, физическое здоровье – это проявление ментальной гармонии, а болезни недомогания – это проявление ментальной дисгармонии. Болезни появляются в результате ментального расстройства, которое свойственно разумным существам, осознающим себя. Именно человек, имея самое развитое среди живых организмов сознание, больше всех страдает от болезней и недомогания. В то время, как организмы более низкого порядка существуют в состоянии физического совершенства, не мучаясь ментальными противоречиями. В природе мы видим, что чем проще элементарнее психика тех или иных организмов, тем реже среди них встречаются заболевания. Это свидетельствует в пользу того, что болезни являются продуктом развитого сознания, а если точнее – беспокойного ума. Тревожные мысли порождают в нашей душе массу конфликтов, которые проецируются в единое сознание и затем воплощаются в виде заболеваний или физической неполноценности. Человек, обладающий развитым самосознанием, но так и не постигший в себе бессмертное сущее, в огромной вселенной чувствует себя ничтожной песчинкой, которая невластна над своей жизнью. Немыслимо раздутый эго отделяет его от самых основ существования, чем развивает в нем страхи, формируя ощущения тщетности бытия и враждебности мира. Все это также подпитывается постоянным конфликтом между разумом и чувствами. В конечном итоге самоощущение человека все больше отдаляет его от собственного совершенства. Что на физическом уровне может выражаться гипертония, желчнокаменной болезни, язве желудка, закупорки артерий, раки, потери слуха и множестве других заболеваний, перечислять которые можно было бы бесконечно. Современная психологическая наука может довольно точно отслеживать причинно-следственные связи, обуславливающие физическое состояние человека. Настолько точно, что медицина, которая раньше рассматривала болезни, только в рамках физиологии, теперь признает, что 80% всех заболеваний уходят корнями в сознание человека. Не стоит и сомневаться, что через какое-то время эта цифра увеличится до 100%. Ведь правда не может охватывать лишь часть явлений. Очевидно, что источник всей жизни лежит вне рамок материального мира. То, что заболевания имеют бактериальное происхождение, является удовлетворительным объяснением лишь на физическом уровне. Почему бактерии появляются в этом теле, а не в другом? Отчего некоторые из них разрушают один организм, но не причиняют вреда другому? Почему они вообще существуют? Любой человек, который задумается о происхождении вещей, неминуемо придет к выводу о существовании невидимого, но очень ощутимого разума, дающего жизнь всему сущему и являющегося первопричиной и сутью всех вещей. Однако этот разум не был бы разумом вовсе, если бы стремился к самоуничтожению. Поэтому мы вынуждены признать, что болезни появляются лишь в ответ на что-то. И как мы уже знаем, этим что-то являются наши мысли, которые транслируются в единое сознание и воплощаются в физическом мире. Редко встретишь человека, который сознательно хочет болеть. Тем не менее, существует множество несчастных людей, которые настолько отделены от духовного единства жизни, что обрекают себя на медленное самоубийство. А большинство из нас просто притягивают болезни посредством негативного мышления и устойчивых механизмов, которые сформированы в ответ на скрытые воспоминания или метки. Человек, страдающий постоянным недомоганием, имеет подсознательное стремление быть больным. Но, конечно, если ему об этом сказать, то он ответит решительным отрицанием. Что же касается болезней, случающихся периодически, они являются отражением той ситуации, в которую мы сами себя загнали. Мы не знаем себя по-настоящему, не знаем, кто мы есть, и не понимаем все охватывающие энергии творения. Мы также не можем уловить свои подсознательные стремления и никак не хотим увидеть, что эти стремления реализуются на физическом уровне. Все дело только в стремлениях, которые можно еще назвать предрасположенностью. Все несовершенство тела происходит из того, что у человека на уровне подсознания сформировано устойчивое состояние. Отверженность, самопичевание, зависть, враждебность, ненависть, алчность, озлобленность. Бесчисленная армия мрачных призраков, отгораживающих нас от естественного состояния вселенной – любви. Если человек не имеет любви в своем сердце, тогда там поселяется ненависть или один из ее уродливых собратьев. Любовь – это сила единого сознания, которая пребывает в каждом человеке, независимо от того, как он ее использует – положительно или отрицательно. Если человек направляет ее в сторону отрицания, как в случае ненависти, она начинает действовать разрушительно, творя зло, отнимая энергию и уничтожая тело. И тогда вместо животворящей силы мы получаем силу смертоносную. Вспомните, что Вселенная постоянно призывает нас – люби или страдай, люби или умри. Исцеляющая сила – это любовь. Любовь восстанавливает гармонию, рассеивает метки, приносит умиротворение, не дает негативным мыслям проникнуть в ваше сознание и освобождает совершенство духа. Это не та любовь, о которой мы говорим в контексте человеческих отношений, но любовь человека к Богу и Бога к человеку. Абсолютная любовь, существующая в том, кто постиг Божественное в себе. Тело как проявление духа. Психологи находятся в шаге от того, чтобы точно сказать, какие именно негативные эмоции служат источником тех или иных заболеваний. Недалек тот день, когда в медицинских справочниках будут приведены таблицы, где напротив ненависти, обиды, отчаяния, подавленности, зависти и чувства одиночества будут стоять конкретные названия физических расстройств. И люди тогда станут относиться к своим эмоциям с тем же вниманием, с каким сейчас заботятся о своем физическом здоровье. На смену порошкам и таблеткам придет здоровое мышление. Эдвард Карпентер писал «Каждый орган или система нашего организма является местом существования эмоций, которые, будучи правильно настроенными, оказывают поистине чудодейственный эффект». Тело – это проявление духа, воплощение единого сознания, которое совершено. Тело может отратить свое совершенство только под воздействием идеи сознательного мышления, которое проецируется в подсознание и возвращается к человеку в виде физического недуга. Не мы придумали, как работает сердце, как кровь движется по венам и артериям, как желудок переваривает пищу и как наш организм выводит ненужные вещества. Все сложные процессы и реакции, происходящие в нашем теле, имеют один источник – абстрактный, бесконечный разум. Человеческий организм представляет собой предельно продуманную систему, удивительную в своем совершенстве. И если мы избавимся от своих страхов и негативных желаний, наше тело вспомнит о своем совершенстве и будет функционировать идеально. Каждая идея о подавленности, отверженности, отчаянии влияет на состояние тела. И в итоге появляются проблемы с кровообращением, пищеварением, дыханием, которые являются только лишь отражением искаженного дисгармоничного мышления. Таким образом, плохое здоровье и жизнь в целом – это наше сознание, полное страхов, сомнений и негатива. Нужно избавиться от своего эко, прийти к божественному сознанию, которое живет в каждом из нас и есть истинная наша природа. Тогда и тело станет совершенным, ибо мы станем тем, что совершенно в себе. Тело – только проявление Бога в его стремлении познать себя. Это живая идея единого сознания, в которой заложено изменение и развитие. Везде в окружающем мире мы видим цикличное выражение жизни. Зарождение, цветение, уедание и снова зарождение. Форма должна претерпевать бесконечную череду повторений изменений, тем самым отражая процесс вечно развивающегося и расширяющегося познания. Человеческое тело – это то, что по своей природе многократно воспроизводится, чтобы постепенно меняться через множество повторений, являясь воплощением идеи, формой жизни абстрактного разума, абсолютным и совершенным выражением единого сознания. Предназначение тела состоит в том, чтобы идея получила воплощение и, перерождаясь бесконечное множество раз, могла развиваться дальше. Рождение, младенчество, детство, юность, зрелость, старость и смерть, дающие место новому рождению. В этом состоит естественный процесс развития, через который Бог стремится познать себя. И пока развитие человека, понимающего временно своего пребывания в мире, не исчерпает себя как идея, смерть нельзя отделить от жизни, ибо это значило бы остановить процесс эволюции. Совершенство Духа Иисус был великим целителем, ведь Он знал, что тело и сознание – это одно, что тело является только видимым средством невидимой причины. Иисус обладал высокоразвитым сознанием и видел то совершенство, в котором изначально пребывает каждая живая душа. Он точно знал, что болезнь можно вылечить, если и видеть больному то совершенство, которое дало ему жизнь. Когда Он встречал прокаженного, хромого или слепого, то сразу понимал, что где-то в сознании несчастного затаилось скрытое болезненное воспоминание, которое отразилось на его физическом состоянии. Иисус знал, что и Он Сам, и этот несчастный, пребывают в одном вселенском разуме, едином сознании, в Царстве Божьем. И находясь в абсолютном единстве с этим сознанием, Иисус мог мгновенно исцелять людей, просто удалив негативные метки. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» – спрашивал Он, чтобы избавить страдальца от идеи отделенности, которая овладела его сознательным мышлением. «Верую в Господи!» – восклицал больной. И так устанавливалась его восприимчивость. «Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми свою постель и иди домой!» говорил Иисус, и свершалось чудо исцеления. Но когда Иисус говорил о грехах, Он имел в виду не какие-то записи в журнале, которые ведется где-то в небесной канцелярии с тем, чтобы в судный день наградить праведных и наказать неправедных. Грехи – это метки подсознания, которые лишают нас совершенства и ведут к болезням. Прощение Иисуса давало человеку убежденность в том, что теперь он свободен от своих ошибок и чувства вины и поэтому может быть исцелён. Иисус давал человеку понять, «Ты настоящий, велик и совершенен. Осознай свое совершенство, и тело твое станет так же совершенным». Тело всегда совершенное, как воплощение идеи. Бывают только идеи несовершенствия. Такие идеи – это заблуждение, ошибка, и их можно изменить, если принять идею об изменении. Человек, который подавляет свою божественность, будучи убеждённым, что первопричины лежат на физическом уровне, не сможет исцелить себя, пока не изменит своих убеждений. Если у него артрит или несварение, он будет целыми днями думать о своём недомогании, всё больше погружая тело в болезненное состояние своими мыслями. Он убеждён в том, что все его неприятные ощущения происходят по причине болезни и никак не хочет понять, что болеет, потому что думает об этом. Если его погрузить в состояние глубокого гипноза и дать установку, что никакого у него, например, артрита нет, и он может легко и свободно двигаться, то когда он очнётся, будет совершенно счастлив, не чувствуя дискомфорта в своём теле. Правда, эффект продлится недолго, поскольку привычка негативного мышления никуда не денется и очень быстро восстановит болезненные ощущения. Однако же, пусть кратковременно, но чудо всё-таки происходит, и мы можем видеть, как подсознательные установки влияют на здоровье. Сознание, выраженное в нашем теле, может воплощаться так, как мы думаем о своём теле. Какие мысли мы проецируем в единое пространство? Если транслируются мысли о здоровье и положительных эмоциях, то тело будет здоровым. Если транслируются мысли о болезнях и негативных эмоциях, то тело станет больным. Таким образом, здоровое тело всегда результат здорового мышления, а больное тело всегда результат закрытого сознания, сосредоточенного на мыслях о несчастье и страдании. Если мы хотим исцелить своё тело, то в первую очередь нужно исцелить своё сознание через любовь и признание своей истинной сущности, через медитации и постижение своего центра осознанности. Отпустите своё эго Беспокойство и напряжённость, чувство вины, обиды, враждебности этого мира, отчаяния и нашей гордыни – всё это плодородная почва для физических недомоганий. Они вырастают гигантскими исполинами из нашего громадного эго, которое стремится к страданию, поскольку стоит в оборонительной позиции к миру вместо того, чтобы жить в гармонии и единении с ним. Мы жаждем какой-то победы, она кажется нам ключом к счастью. Мы думаем, что должны затмить кого-то со своими достижениями, опередить кого-то, заработать много денег, лучше выглядеть, дороже одеваться. Как призрачны такие победы, и как напрасны. Взгляните на чемпиона. За ним уже маячит тень того, кто будет лучше и займёт его место. Каким таким победителем вообще может быть это несчастное эго? Оно находится в постоянной соревновательной гонке, сосредоточившись на самом себе. Не видит всей широты и глубины этой жизни. Не знает истинного бытия. Оно всегда одиноко, растерянно и болезненно. Оно цепляется за своё призрачное существование посредством страданий, подтверждая ими свою действительность. Ищите безграничное истинное «Я» внутри себя. Тонись шанское само, которое упоминалось в голове о любви. Контактируйте со своим центром осознанности. И тогда вы не будете знать боли своего эго, которое полностью растворится в море внутреннего спокойствия и больше никогда вас не побеспокоит. И боль свою ты преодолевал, и горькое мучение забылось. Но как же сильно ты страдал от зла, что так и не случилось. Эммерсон Чудо всего мироздания лежит буквально перед нами. Но мы предпочитаем забиться в угол и содрогаться от ужаса перед тем, что нас окружает, перед тем, что мы сделали со своей жизнью. Мы клянём себя за прошлые ошибки или бесконечно сожалеем о сказанных словах. Но каждый день – это новое рождение, несущее в себе безграничные возможности для человека. Неважно, сколько вам лет, где вы живёте и чем занимаетесь, нужно только очнуться и осознать то, что Халиль Джебран описал так. И то, что поёт вас и созерцает, всё ещё живёт в границах той первой секунды, которая разбросала звёзды в пространстве. Мотивирующая цель Идея несёт в себе образ чего-то, имеющего определённую цель. Наше тело является воплощением идеи и подразумевая свою предназначенность для какой-то цели. Множество систем и функций человеческого организма связаны в систему, обеспечивающую его нормальную работу, чтобы у нас была возможность достичь той цели, которую мы ставим перед собой. Когда цель исчезает, наше тело начинает разваливаться, поскольку идея, заложенная в нём, уже несёт образ чего-то совершенно ненужного и бесцельного. Довольно часто бывает, что энергичный бизнесмен, наладив дело так, что всё может работать без его участия, решает выйти на покой, чтобы наслаждаться праздностью. И, как правило, не проходит и нескольких месяцев, как его начинают атаковать симптомы целого букета болезней. Мотивация жизненно важна для человека. Поскольку организм стремится выполнять установку на цель. Когда цели нет, нами овладевает вялость и апатия, а тело начинает разрушаться за ненужностью. Человек может быть здоровым и энергичным, только если имеет здоровое, активное мышление, полное энергии. Ведь идеи, обитающие в наших мыслях, получают своё воплощение в теле и окружающих нас обстоятельствах. Первый шаг к здоровью заключается в том, чтобы развить в себе энтузиазм и интерес к жизни. Водушевление, вдохновлённость тем, что вы делаете, является залогом здорового мироощущения и здорового тела. Физические упражнения – хорошая иллюстрация к тому, о чём мы говорим. Нас убеждают, что бег, приседания, подтягивания, отжимания и тому подобное делает человека здоровым. В доказательство нам показывают великолепных атлетов в расчёте на то, что созерцание упругих мышц произведёт на нас впечатление. Но это лишь в очередной раз свидетельствует о заблуждении материалистов, ведь в данном случае они фокусируют внимание на результатах, но упускают из виду причину. Подтянутое тело не является результатом собственно физических упражнений, которые сами всего лишь следствие, поскольку настоящая причина существует на уровне сознания. Когда у человека есть цель, то средством её достижения служат физические упражнения, которые уже в свою очередь формируют крепкое тело. Физические упражнения и здоровье Физическая активность некоторых людей ограничивается передвижениями между кухней, спальней и ванной комнатой, но при этом они отличаются недюжинным здоровьем. В то же время мы знаем, что многие спортсмены умирают достаточно рано. Так что совершенно очевидно, физические упражнения сами по себе не являются гарантией крепкого здоровья и долголетия. Существует масса свидетельств того, что люди, поставившие перед собой великие цели, доживают до весьма почтенного возраста. Можно смело утверждать, что интерес к жизни, стремление к цели и воодушевлении – это необходимые условия, обеспечивающие человеку здоровье и энергичность. Материалисты могут привести обратную аргументацию. Мало именно потому, что человек здоров, у него появляется и воодушевление, и интерес к жизни, и желание. Однако же многие здоровые люди начинают часто болеть, когда у них пропадает желание жить, развиваться и радоваться. А многие хронические больные люди выздоравливают, когда появляется вдохновляющая идея и возрождается интерес к жизни. Все идет от сознания, которое всегда является первопричиной. Физическая энергия – это результат бодрости ума, а физическое бессилие – это результат психологической подавленности. Поэтому человек, осознающий и принимающий в себе совершенство истинного «я», имеет столь же совершенное тело, как отражение своего восприятия. Здоровье в сознании и духе. Все идет только оттуда. Безусловно, вам нужно заниматься физическими упражнениями, если это доставляет вам удовольствие. Упражнения только подготавливают тело к тому, чтобы оно могло вынести еще больше нагрузок. Если вы поднимаете вес в 50 килограммов каждый день, то через какое-то время вы сможете делать это по 20 раз на дню. Однако такая способность не обезопасит вас, например, от тромбоза, невралгии или несварения. Человек может укреплять свое здоровье, сидя за столом и сочиняя роман, с тем же успехом, как если бы он пробегал каждый день по 5 километров. И даже с еще большим успехом, если написание книги доставляет ему такое несказанное удовольствие, которого он не получает от бега. Тело – это прекрасный инструмент наших мыслей. И каждый человек, будь то спортсмен, профессор, лесоруб, менеджер или домохозяйка, может быть здоров, если имеет перед собой четкую цель и стремится к ней с любовью. Упражнения здесь ничего не решают. Тренировки могут повысить физическую силу и выносливость, но крепкое здоровье в равной степени присуще как подвижному, так и сидячему образу жизни. В современном мире душевные муки приводят людей к регулярному перееданию, алкоголизму, игромании, недосыпанию или полному погружению в работу. Так выражается наша нервозность и желание подавить тревоги, сомнения, страхи и растерянность, поселившиеся в подсознании. Плохое самочувствие и различного рода зависимости – это результат запутавшегося сознания. Например, беспокойство, которое человек все время испытывает на подсознательном уровне, может заставлять его слишком много есть, а неудачи в любви могут привести к алкоголизму. В своем стремлении забыться, спрятаться от проблем мы часто заходим слишком далеко. Как правило, просто стараемся отгородиться от реальности. Мы уходим с головы в работу, думая о том, что материальный достаток может дать нам ощущение безопасности. однако перед лицом смерти становится ясно, насколько все это бесполезно. Ведь когда земной путь будет окончен, нам ничего не удастся забрать с собой. Мы наполняем свою жизнь плоскими или даже эстетическими удовольствиями, но в конечном итоге и это нас присыщает, поскольку чудесное село творения, живущее внутри нас, не находят выхода. Когда мы стареем, наши физические чувства притупляются и на первый план выходит духовный мир. Если мы его не подпитывали и не развивали, то сомнение и терзание – вот наш удел. Человек не может достичь своей цельности как на духовном, так и на физическом уровне, если не познает свое истинное «я» и не понимает свои связи с вечностью. Мы учимся жизни очень медленно, в основном через боль. Знание и опыт достается нам нелегко. «Боль беспокоит нас тогда, когда мы ошибаемся, и страдание заставляет нас вернуться на правильный путь». Харель Джибран писал «Значительную часть вашей боли вы выбрали сами. Это горькое снадобие, которым врач внутри вас речит заболевшую часть вашего «я». Поэтому доверьтесь врачу и пейте его лекарства молча, безропотно. Пока мы не поймем, что боль является всего лишь сигналом того, что произошло отклонение от пути истины, мы будем страдать в борьбе с болью, продолжая принимать ее за конечную реальность и тем самым приумножая ее в своем опыте жизни. В нашем сознании заключается возможность наполнить себя энергией, процветанием и радостью, снять внутренние барьеры своей отдельности и почувствовать связь с совершенством единого. Любая боль, физическая или эмоциональная, происходит из-за ошибок мышления. Но как же это осознать? видимо путем наблюдения и анализа. Помните, умный человек учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. Чрезмерная увлеченность физическими удовольствиями свидетельствует об эмоциональной неустойчивости. Страхи, тревоги, ненависть и неуверенность заселяют подсознание того человека, который, разрываемый собственными демонами, доходит до алкоголизма, обжорства, фанатичного приобретательства или иступленного удовлетворения любых физических потребностей. Но если человек постиг свой центр осознанности, ему присущи спокойствие и умеренность во всем. его душу не разрывают губительные эмоции, ибо он умиротворен, пребывая в божественном сознании. Никакие суетные страхи и сомнения не беспокоят его, ибо он видит вечность. Он не знает отчаяния, ведь он понимает жизнь и сливается с ней, спокойно выполняя свое предназначение. Если в его теле поселится болезнь или недомогание, он обратит взор внутрь себя, чтобы увидеть совершенство своей истинной сущности, и тогда его тело восстановится. Неизлечимых болезней нет. Есть вечный вселенский закон. Идея становится вещами и явлениями. Это закон проявления единого сознания, которое не знает никаких ограничений. Поэтому неизлечимых болезней просто не существует. Вечный закон о той вечной, что работает всегда. Он пронизывает все то абстрактное, нематериальное пространство, из которого берут свое начало вещи и явления. Заболевание появляется из идеи, помещенной в едином сознании. и также оно уходит, когда эта идея отвергается. Но если медицина не находит лекарства или метода против какого-либо заболевания, его называют неизлечимым. Однако где-то есть причина, и эту причину можно найти и уничтожить. С каждым годом врачи все больше убеждаются, все, что происходит в нашем теле имеет непосредственную связь с тем, что происходит в нашем сознании. Идея – начало всего, и ее можно изменить. А поскольку нет ограничений для идей и неисчерпаемой силы единого сознания, значит, неизречимых болезней не бывает. мы должны ясно понимать, что мир в точности таков, каким мы его себе представляем. Это же относится и к нашему телу. И чем выше уровень нашего сознания, тем сильнее в нем идея совершенства, избавляющая нас от таков ограниченности и делающая возможным абсолютно все. В тот момент, когда мы называем что-то невозможным, мы делаем это невозможным для нас. Мы отказываемся от того, чтобы Бог проявил это через нас. Но человек, постигший истину и имеющий веру, не отделяет себя от божественного сознания и позволяет ему творить все, о чем сам хочет думать. Человек говорит о невозможности чего-то только потому, что имеет достаточно глупости, чтобы ограничивать Бога. В нас живет совершенный дух, стремящийся проявиться как совершенное здоровое тело. Наша задача только верить. От любой болезни можно излечиться посредством мышления, расширяя свое сознание до уровня вселенского сама. Исцеление силой мысли Каждый человек, который жалуется на плохое здоровье, страдает от определенного заболевания. Оно является результатом того, что в сознании человека существует некий барьер, идея или заблуждение. Поэтому исцеление силой мысли направлено не на тело, а на сознание. И это очень важно, поскольку нельзя избавиться от последствий, если не искоренить причину. А причина всегда в сознании. Любые недуги это только следствие. На то, чтобы установить точную связь между конкретными болезнями и их конкретными психологическими причинами, могут уйти годы. Однако для исцеления силой мысли нам не понадобятся таблицы с указанием эмоциональных нарушений и связанных с ними физических недугов. Все имеет свое начало в источнике совершенства. И нужно только добраться до этого источника, чтобы совершенство проявилось через наше тело. Иисус говорил, «Так будьте совершенны, как совершенен Отец Наш Небесный». В этих словах заложен принцип исцеления любых заболеваний. Признать и принять совершенство своего духа. Единое сознание не имеет никаких своих желаний. Оно не желает лишить наше тело, заложенное в нем функциональности. И только наше восприятие самих себя порождает болезни. Если мы постигли совершенство своего духа, то мы будем совершенны и на физическом уровне. Вы настоящий, это не ваше тело. Человеческое тело – бесконечно малое пристанище духа во времени и пространстве. Истинная сущность человека нематериальна, пребывает на уровне духа и сознания, не знает пространственно-временных границ, бесконечно в своей силе и способности знать и творить. Когда вы признаете и принимаете свою духовную сущность, вы постигаете бессмертное «я», само, и тогда ваше тело не болеет, ибо оно совершенно. Таким образом, все болезни можно лечить как одну болезнь, которая является всего лишь ограничениями в мышлении, ошибками, транслируемыми в единое сознание. Нужно избавляться от болезни, отрицая истинность ее существования и подпитывая мысли о совершенстве духа, из которого все берет свое начало. Совершенная любовь изгоняет страх, а совершенная вера изгоняет физические недолги. Человек, имеющий совершенную любовь, совершенное знание или совершенную веру, это большая редкость. Мы находимся в самом начале пути, следуя которому человечество достигнет высот расширяющегося сознания. Нам пока еще трудно шагнуть далеко за пределы своего понимания. Мы находимся на пересечении измерений, с восхищением глядим на необъятность пространства и времени, размышляя о песчинках своих жизней на бескрайнем побережье бытия. Но завеса тайны приподнята, и свет уже здесь. Мы видим, что сознание и дух бессмертны и бесконечны, и являются первопричиной всего. И пусть предстоят еще целые эпохи, прежде чем человечество придет к единству с Богом. Если цель будет достигнута, значит все не напрасно. Мы все часть одного сознания, и наше бытие протекает там, где пространство и время не значит ровным счетом ничего. Но уже сейчас мы можем обращаться к единому сознанию, понимая, что в каждом из нас живет вечный сейчас, и великий Творец являет нам это сейчас в точности таким, каким мы его представляем. И если мы найдем и примем в себе духовное совершенство, оно явится нам в совершенстве нашего тела. Так что основой исцеления служат нашей вере и убежденность в истинности только духа и сознания. Не нужно думать о невозможности или тратить время на мысли о том, чего мы не хотим. Мы должны искать моменты осознанности, направляя взгляд глубоко внутри себя, своему духу, чтобы познать его совершенство. И то, что мы увидим, вернется нам, постигая свой центр осознанности, царство небесное внутри нас. Мы становимся здоровыми. Обычно те, кто отрицает возможность исцеления силой мысли, говорят, что таким образом нельзя срастить сломанную кость, и, следовательно, идея о таком лечении – это полная чушь. Срастить кость силой мысли возможно. Если этого еще никто не сделал, значит, мы не достигли достаточного понимания своей духовной силы. И пока у нас нет такого понимания, мы будем обращаться к хирургам. Мы также пока не можем силой мысли успокоить воспалившийся аппендикс или избавиться от рака. Поэтому нам необходима медицинская помощь. Тем не менее, от любых заболеваний, в том числе неизлечимых, как они пока называются, можно избавиться силой мысли. Придет время, когда человек в своем развитии достигнет такого уровня сознания и понимания, что сможет победить все болезни. Противники идеи лечения силой мысли также утверждают, что жизнь это всего лишь конкурентная борьба, в которой выживают наиболее приспособившиеся виды. Они указывают на то, что все организмы являются звеном в пищевой цепочке, и человек служит, например, пищей для многих паразитов. Так что с этой точки зрения жизнь подразумевает болезни. если так подходить, то Богу стоило бы остановиться на амебе, потому что дальше ничего принципиально нового с этих позиций не произошло. И как минимум странно рассматривать человека только в свете его биологического вида. Эволюция это процесс, в ходе которого индивидуальное сознание развивается и расширяется в поисках тождественности с Богом. На первой стадии главной задачей каждого индивидуума является сохранение жизни, и это естественным образом приводит к тому, что выживает наиболее приспособившийся. На второй стадии происходит осознание себя и свои связи с другими. На первый план выходят любовь и сотрудничество, которые вытесняют конкуренцию и уничтожение слабых. На третьей стадии сознание расширяется до уровня единого сознания. Это тот шаг, к которому человечество готовится сегодня. В будущем люди смогут видеть сквозь пространство и время, по-настоящему понимая, что физический мир это лишь незначительное проявление необъятной реальности бесконечного. Такое сознание правит миром, ведь мир оказывается именно тем, что воспринимает это сознание. И болезни, берущие свое начало в едином сознании, можно будет уничтожить, просто отвергая идею о них. И сказал Иисус сухорукому «Протяни руку». Тот протянул руку и она тотчас же выправилась и стала здорова, как другая. Нам иногда кажется невероятным тот факт, что некто, живший 2000 лет назад в Аграрной Палестине, смог достичь уровня вселенского сознания, к которому мы до сих пор отчаянно стремимся в наш относительно просвещенный век. Однако нет никаких сомнений, что Иисусу была открыта истина. Каждое его слово и действие наполнено высшим знанием. Посредством иносказания и своих деяний он объяснял и показывал то, что видел сам. Но люди, разрываемые земными страстями и погрязшие в политических распрях, духовно не были готовы к тому, чтобы принять истину. И только сила просвещения, заложенная в беседах Иисуса, позволила им сохраниться до наших дней, чтобы явить нам чудо знания. Иисус был одним целым с едином сознанием. Когда он смотрел на больную руку, в его восприятии она была здоровой, и рука выздоравливала. То, что воспринимается на уровне единого сознания, получает физическое воплощение. Но именно наше сознательное мышление формирует призму, через которую мы воспринимаем мир. И хотя мы не достигли того уровня сознания, каким обладал Иисус, мы можем исцелять силой мысли через свою веру в совершенство духа и всеохватывающую любовь. Болезнь это сила негативной мысли, заблуждения или иллюзии, в которой пребывает сознание. При исцелении силы мысли мы отделяем ложное от истину. С помощью веры и убежденности мы посеряем в своем подсознании образ физического совершенства, здоровья и энергии. Принцип существования заключается в том, что мысли становятся вещами и явлениями. Это закон, и мы не можем с ним спорить. Более того, мы не должны в нем сомневаться. Кто-нибудь из ваших друзей наверняка спросит вас, что же ты не ходишь по воде, если так веришь во все эти штуки с сознанием? И естественное, что можно на это ответить, это именно то, к чему я стремлюсь. Ведь перед каждым из нас стоит выбор – ходить по воде или тонуть, управлять своей жизнью или отчаянно бороться за каждый вдох. Когда вы практикуете исцеление силой мысли, для вас важны только две вещи – идея и убежденность. Все остальное – это принцип творения, заложенное во Вселенной. Принцип, который действует всегда. Транслируя свою убежденность в совершенстве духа, вы всего лишь используете вечный закон творения, по которому ваши мысли, подкрепленные верой, реализуются в физическом мире. И это не имеет никакого отношения к суевериям или оккультизму. Мы говорим о непреложном законе, единственной настоящей реальности, вне которой нет бытия. Поскольку причиной болезни является состояние ума, то в первую очередь необходимо избавиться от этого состояния. Человеку необходимо абстрагироваться от своей вечности и отдаться божественному, единому сознанию. Нужно отпустить себя вместе со всеми своими сомнениями, чтобы полностью раствориться в своей истинной сущности, позволить себе слиться с вселенским сознанием, стать с ним одним целым. Исцелять силой мысли себя или другого человека можно только тогда, когда вы не знаете страхов, не помните боли и не колеблитесь в своей убежденности. Страдания, которыми мы мучаемся и терзаемся на эмоциональном уровне, это мины, заложенные в нашем подсознании. Наступает момент, когда мы на них подрываемся, и в результате уже страдает наш организм. высокое давление, артрит, диабет, рак, проблемы с сердцем или легкими – все это появляется в силу воздействия того яда, что купится в подсознании видеоустойчивых мыслей и транслируется в единое творящее пространство. Нужно отпустить свои страхи, чувство вины или растерянности, забыть о гордыне и убрать с дороги свое эго, растворить все это в бесконечности. И тогда мы станем свободны, тогда нас ничто не будет отделять от красоты и совершенства Вселенной. Бог всегда там, где мы есть и отвечает нам так, как мы воспринимаем Его. Он является нашим бесконечным невидимым измерением, проекцией которого неизбежно становится наше тело. Способность исцеления силой мысли идет от возможности погрузиться глубоко внутрь себя, чтобы найти там бесконечность и отдаться ей, принять ее, полностью довериться ее совершенству. Если вы хотите вылечить себя или кого-то еще, помните, что вы работаете с сознанием, а не с телом. Вы действуете через свою убежденность в совершенстве. Вы позволяете этой убежденности охватить весь свой мир, транслируете ее в единое сознание, полностью доверяясь ему. когда вы лечите другого человека, то работайте с тем же самым сознанием, ведь оно едино, но при этом вы действуете через свои мысли. О совершенстве духа и тела человека, которого вы хотите вылечить, думайте вы, не он. Не старайтесь воздействовать на его мышление, просто транслируйте свое восприятие этого человека. Вы отправляете свои мысли в единое сознание, и оно уже воздействует на того, кого вы лечите. Таким образом, на кого бы ни было направлено лечения силой мысли на самих себя или на другого человека, воздействия происходят по одному и тому же принципу. Различие лишь в том, что когда вы лечите кого-то другого, то местоимение «я» в ваших мыслях заменяется на «она» или «он». В любом случае, вы всегда работаете со своим мышлением и транслируете свои идеи в единое пространство. Если вы хотите восстановить здоровье другого человека, то должны уметь видеть и принимать его духовное совершенство как абсолютную реальность. Только когда вы будете способны на это, лечение окажется успешным. Психологические причины заболеваний ниже приводится краткое описание психологических предпосылок, обославливающих развитие наиболее часто встречающихся заболеваний. Это поможет вам эффективно проводить самолечение посредством изменения своих мыслей. Головная боль Основным состоянием, предопределяющим появление регулярных головных болей, является растерянность, которая чаще всего вызвана подавлением каких-то эмоций, связанных с личными взаимоотношениями. Если боли сопровождаются головокружениями, это говорит о чувстве незащищенности. Не бойтесь посмотреть своим чувствам в глаза, чтобы затем абстрагироваться от них и освободить свое подсознание для любви, который движет Вселенной. Ищите свой центр осознанности, абсолютно отстраненный от эмоций точку сознания, где всегда царит спокойствие. Утомление Когда энтузиазм покидает нас, мы попадаемся в ловушку бессирия, который сковывает нас изнутри. Радость и энтузиазм появляются там, где дух и сознание не застаиваются, стремясь к бесконечному развитию. Когда мы ограничиваем свое мышление и не готовы взглянуть на мир по-новому, принять к рассмотрению непривычные для себя идеи, тогда мы останавливаемся в своем развитии и все время находимся в оппозиции к жизни, что приводит к хронической усталости и на духовном уровне к состоянию ретаргического сна. Направляйте свои мысли на постижение мира. Расширяйте свое сознание, чтобы увидеть то, что кажется вам привычным и понятным совершенно с другой точки зрения и во всем ищите радость, наслаждайтесь процессом познания. Для Бога нет никаких ограничений, нет ничего невозможного и через вас Он выражает себя. Нарушение пищеварения Проблемы с желудком чаще всего появляются у людей с повышенным чувством личной ответственности. Как правило, у людей, привыкших во всем полагаться только на себя, развивается повышенная кислотность или даже язва желудка. Их нежелание принять свою жизнь как часть единого пространства, отрицание своей внутренней бесконечности приводят к тому, что организм не принимает пищу как минимум без неприятных ощущений. В таком случае необходимо развивать в себе доверие к Богу, культивировать внутреннее спокойствие, основанное на том, что вы поручаете свои дела тому, на кого можно и нужно положиться. Практикуйте релаксацию, учитесь принципу «отпусти и Бог и Бог с ним». Примите идею о том, что Дух совершенен во всем и в мыслях и в делах. Запоры Страх парализует нас. Он является причиной отсутствия движения, что часто приводит к запорам. В одних случаях страх выражается в жадности, в нежелании расстаться с чем-то. В других случаях страх это уверенность в невозможности чего-то, что развивает внутренние ограничения. Так или иначе, но страх порождает скопления в кишечнике, которые не могут быть выведены в силу отсутствия необходимого для этого движения сокращения мышц. Страх это вера в отрицательном ее выражении. Развивайте позитивное мышление, чувство уверенности в хорошем исходе. Ведь вы едины с Богом и Бог всегда с вами. Он безошибочно направляет вас к цели. Не принимайте негативные мысли. То, что не существует в вашем сознании, не коснется вас и в физическом мире. Ожирение Люди толстеют, когда слишком много едят. Это чаще всего происходит из-за того, что они не могут удовлетворить какие-то свои желания и находят утешение в поглощении пищи. Чувствуя вкус еды, они достигают временного ощущения комфорта. Но неудовлетворенность людей идет от того, что они думают о своей ненужности, бесполезности и недостижимости каких-либо целей. Если человек утратил веру в силу своего духа, он направляет свою энергию на физическое удовольствие вместо того, чтобы использовать ее для достижения чего-то значимого. в таком случае необходимо искать свой центр осознанности, где есть совершенный порядок, совершенная красота, совершенный баланс и чувство меры. Воспринимайте пищу как дар, как символ любви. Потребляйте ее спокойно и медленно, с чувством уважения к этому дару. Бог это любовь, который живет вас во всем своем совершенстве. Бессонница Во время сна мы растворяемся в едином сознании. Если мы не можем уснуть, значит мы слишком сконцентрированы на материальном мире и сильно беспокоимся о том, что в нем происходит. наше сознательное мышление отказывается на время отпустить борозды правления, поскольку привыкло слишком ограничивать подсознание. Но дело в том, что физический мир это всего лишь череда физических результатов того, что происходит в нашем подсознании. Нельзя изменить эти результаты, боясь непосредственно с ними. нужно действовать через сознание, которое их порождает. Поэтому если вы станете концентрироваться на своих тревогах, это ни к чему хорошему не приведет. Перед сном старайтесь установить контакт со своим центром осознанности. Стремитесь к умиротворенности, практикуйте релаксацию. истинно реальности несет только мир духа, который вы всегда можете найти в себе. Абстрагируйтесь от насущных проблем и устремите свой взгляд во внутренние пространства бесконечности. Алкоголизм и другие виды зависимости Алкоголь и наркотики это коварная ловушка для тех, кто пытается убежать от так называемой реальности. В подсознании таких людей, как правило, существует некий образ, который вызывает отвращение или боль и рождает стойкое желание не видеть этот образ, скрыться от него за пеленой алкогольного и наркотического опьянения. Человек сам формирует этот образ и может его изменить, но слишком верит в реальность созданных собой чудовищ и спасается от них непрестанным бегом по тупиковому лабиринту алкоголизма, наркомании или другой зависимости. Чтобы справиться с подобного рода недугами, необходимо прежде всего избавиться от чувства вины и сбросить себя время ошибок. В вас живем Бог, и Он не знает вины. Ошибки нужны для того, чтобы учиться. И каждый день это новый старт с безоблачной перспективой, если вы смогли простить себя. Частые простудные явления неразрешенные неразрешенные психологические конфликты и подавленные эмоции приводят к снижению иммунитета, вследствие чего человек подвержен частым простудам. О таких конфликтах обычно свидетельствуют депрессивные настроения и мрачный взгляд на мир. Сила творения, живущая в нас, требует того, чтобы мы либо приняли решение, либо отпустили проблему и перестали о ней думать. Если же в своих мыслях мы постоянно возвращаемся к какой-то проблеме, но не можем принять решение, то возникает внутренний конфликт. Это отнимает энергию, подавляет дух и в итоге снижает иммунитет, в результате чего человек постоянно простужается. Кроме того, здесь могут работать наши предубежденности, касающиеся климатических условий. Если человек постоянно думает о плохой погоде и холодном ветре, то своими мыслями он настраивается на простуду. Необходимо искать ощущение гармонии и совершенства единого сознания. Для каждой проблемы решение найдется, если вы доверитесь великому само и перестанете беспокоиться. Не позволяйте напряженности проникнуть в ваши мысли. Культивируйте ощущение спокойствия и подпитывайте уверенность, что все разрешится самым лучшим образом. Стремитесь увидеть в себе совершенный дух, который всегда пребывает в умиротворении. высыпание и новообразование на коже. Семя прорастает в темноте, так и наши чувства вины пускают корни во мраке незнания. Мысли о расплате, постоянное самобичевание отделяют человека от великого сама, искажают сознание и на физическом уровне проявляются в виде новообразований и высыпаний на коже. В таких случаях нужно стремиться почувствовать свое единство с вселенским сознанием, забыть о чувстве вины и отпустить мысли о своих прикрешениях. Паралич Идея об ограничении себя, а невозможности чего-либо, часто выражается в параличе потере чувствительности или снижении функций органов зрения, слуха и обоняния. Нужно помнить о том, что для единого сознания не существует никаких ограничений. Оно никогда не дает отказа. Практикуйте медитации и регулярно восстанавливайте связь со своим центром осознанности. Проблема с сердцем Работа сердца тесно связана с целью. Когда человек ставит перед собой цели на духовном, а не материальном уровне, тогда сердце работает без сбоев. Проблема начинается там, где нет выражения духовного начала. Чаще всего сердечно-сосудистые заболевания возникают у людей, придерживающихся материалистических взглядов, которые видят свои цели, стремления и желания только как явления физического мира. В таком случае нужно развивать в себе духовную наполненность, стараться увидеть себя в единстве с Богом, научиться доверять Ему, и тогда истинные цели наполнят энергией ваше сердце. Уделяйте внимание медитациям и контакту со своим духовным началом, который не знает ни рождения, ни смерти, ни возраста. Всю Вселенную охватывает одно совершенное сознание или один дух. Он всегда стремится выразить себя через каждого из нас. Поскольку нам сложно избавиться от личностного восприятия или своего эго, мы с трудом постигаем сознание великого Вселенского Я, и толком не можем видеть, откуда мы пришли, куда уйдем и даже где находимся сейчас. Поэтому огромный мир кажется нам неприветливым и непонятным, что рождает в нас массу психологических конфликтов. В условиях ограниченного восприятия у нас формируются страхи, негативные эмоции, отрицательная настроенность к жизни, апатия. И все это выражается в несовершенстве тела. Но от любых болезней недугов можно избавиться посредством медитации и контакта с центром осознанности. Лечение силой мысли – это постижение Божьей любви и использование неограниченной силы совершенства единого сознания. Основные идеи Болезни берут свое начало в сознании и являются результатом заблуждений. Дух совершенен. Тело только в проявлении духа. Оно отрачиваясь заложенное в нем совершенство под влиянием идеи, отрицающей это совершенство. Любовь – это вечная исцеляющая сила. Тело представляет собой идею, помещенную в единое сознание. Нет несовершенных тел, есть только несовершенные идеи. Эго порождает негативные эмоции, которые служат основой заболеваний. необходимым условием для здоровья является наличие цели на уровне духа. Именно такая цель сохраняет функциональность и целостность всего организма. Физические упражнения сами по себе не являются гарантией здоровья. Нормальная работа организма происходит там, где есть интерес к жизни, воодушевлении, созидательное стремление ума и сердца. Различного рода зависимости свидетельствуют о присутствии психологического конфликта. Боль сообщает нам об ошибке и таким образом является своеобразным учителем. Однако мудрый человек учится на чужих ошибках. Фокусируйте свое внимание на внутреннем мире и старайтесь во всем проявлять умеренность. исцеление силой мысли направлено не на тело, а на сознание. Все болезни нужно лечить через убежденность в совершенстве духа, живущего в каждом из нас. Поскольку мы еще не достигли того уровня сознания, который позволил бы нам, например, сращивать сломные кости, нам пока необходимо обращаться к хирургам и другим медицинским специалистам. Исцеление силой мысли основано на использовании вечного вселенского закона. Лечим не мы сами. Утверждая совершенство духа, мы просто полагаемся на закон превращения мыслей вещи и явления, по которому тело, как проявление духа, восстанавливает свое совершенство. Когда вы лечите силой мысли кого-то другого, вы работаете со своим сознанием, думая о духовном совершенстве этого человека. Вы не должны воздействовать на его сознание. За каждой болезнью, поражающей тело, стоит идея, пораженная негативом. Все обусловлено нашим сознанием, и чтобы быть здоровым, нужно уверенно мыслить в совершенство духа. Все барьеры, отделяющие нас от жизни в здоровом теле, формируются сознательным мышлением. Нам мешает его ограниченность и предубежденность. Именно оно скрывает в подсознании болезненные воспоминания, которые так или иначе приводят к недугам. Но единое сознание не знает границ в своей силе действий. Если человек отпускает свое эго и растворяется в бессмертном «я» или «сама», живущем в нем, он движется навстречу совершенству и умиротворению. И помните, главная целительная сила – это любовь, ибо именно она является основой основ. Десятая медитация мое тело – это отражение моего восприятия себя. Я настоящий – это дух и сознание, которые невидимы. другие не могут видеть меня, они лишь смотрят на мое тело. И только я знаю себя истинного. Это знание возвращается ко мне, выражаясь в окружающих меня вещах и явлениях и отражаясь на моем здоровье. Я утверждаю, что мой долг совершенен. Я есть одно целое с великим само или я вселенной. Его энергия пронизывает все мое существование, избавляя меня от любых физических недугов и восстанавливая все функции моего организма, который стремится к гармонии. Все мое существование – это бытие духа. Понимая эту истину, я возрождаю свое тело к новой прекрасной жизни. Совершенство моего тела не знает болезней. Для меня здоровье – это реальность. я доверяюсь мудрости единого сознания. Моя жизнь является выражением великого замысла, который реализуется через мое тело мудрости bus те